ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уверена, что мы с вами будем дружить? Всегда, не сомневаюсь. Отдаю? День. Расписываемся? Добрый путь. Ксения Махнач, директор школы «Надежда» для детей с УВЗ, отдаёт личное дело Мите Петрова. Девятилетний мальчик следующий учебный год начнёт в обычной школе среди типично развивающихся детей. Мама прошла сыном комиссию, он знает столько же, сколько его сверстники и готов продолжить обучение в новом окружении. Обычная наша ситуация, когда в пятый класс массовые ребята уходят в общеобразовательные школы. Это у нас каждый год. А во второй класс очень редко. Это второй или третий случай за все мои четыре года учёбы. У Мити ДЦП, гипертонус мышц. Жизнь его сейчас состоит из учёбы и реабилитации. Научился считать и писать, сам осваивает английский. Мама Татьяна говорит, что у сына огромная сила воли, делает даже то, чего, в общем-то, не может. Но со стороны кажется, что такая же невероятная воля и у родителей. Особенно у мамы. Ты забываешь вообще про себя навсегда. Ты полностью отдана ему. Я себе не принадлежу ни на минуту. Каждая моя минута посвящена вот этому человеку. Все его потребности я должна сразу закрыть. При поддержке благотворительного фонда «Клуб Добряков» семья приобрела вот этот тренажёр – вертикализатор. Рядом дорожка для ходьбы. Всё это здорово помогает развивать Митю. Когда-то Татьяне пришлось преодолеть себя, попросить чужих о помощи. А потом оказалось, что добрых людей у нас всё-таки больше. Мам говорит, что он ходит сам, только когда со мной. А когда папа, он его таскает. Вы, наверное, обратили внимание на нетвёрдую походку Татьяны. Она неохотно говорит об этом, но у неё необратимый диагноз – рассеянный склероз. Тело постепенно отказывается служить женщине. Фактически сейчас жизнь для неё – бег на перегонки с болезнью. «Успеть поставить его на ноги. Других планов у меня никаких нет. Я стараюсь ему объяснить, ты должен идти. Когда-нибудь может такое случиться, что меня не станет. Это самое страшное для меня. Планов нет. Только заставить его быть самостоятельным». Окончить обычную школу, выучить английский и китайский, получить диплом программиста – вот ближайшие большие задачи, которые стоят перед Татьяной и Митей. И самое главное – всё успеть. Тимур Гайсин, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».